Вершина 34-ки с 76,2 мм пушкой, или Т-34 образца 1943 года против Т-Авиэйч. В предыдущей статье автор описал меры, предпринятые германским военным и промышленным руководством для купирования угроз, которые создавал Т-34 танк, с противоснарядным бронированием и мощной 76,2 мм пушкой. Можно с полным на то основанием говорить, что в начале 1942 года у немцев не было ни одной широко распространенной системы вооружения, которая обеспечивала бы надежное поражение Т-34 за исключением, разве что, 88 мм зенитного орудия. Но к 1943 году вермахт и СС в основной своей массе были переоснащены на орудия ПТО и танки, вполне способны и сражаться с Т-34. Решающую роль здесь сыграла 75 мм пушка ПЭК-40, различные модификации, которые использовались в качестве буксируемой арт-системы, а также пушек для танков и различных САУ. Таким образом, на начало 1943 года Т-34 потерял статус танка с противоснарядным бронированием. Что же предприняли наши конструкторы? Т-34-76 образца 1943 год. В принципе, конструкция Т-34 имела определенные резервы по массе и позволяла нарасти толщину бронирования, тем не менее этого сделано не было. Основные изменения Т-34 в первой половине 1943 год состояли в увеличении ресурса двигателя, совершенствовании эргономики и повышении ситуационной осведомленности танка. Пламенное сердце Т-34, дизельный двигатель В-2, после избавления его от детских болезней, представлял собой качественный и вполне надежный танковый двигатель. Тот самый В-2. Тем не менее, он часто выходил из строя до срока, по причине отвратительной работы воздухоочистителей. Начальник 2-го управления главразведуправления Красной армии генерал-майор танковых войск Хлопов, наблюдавший за испытаниями Т-34 на Абердинском полигоне, отмечал, недостатки нашего дизеля преступно плохой воздухоочиститель на танке Т-34. Американцы считают, что только саботажник мог сконструировать подобное устройство. В течение 1942-й год ситуация несколько улучшилась, но все же, по-настоящему качественные воздухоочистители «Циклон» наши танки получили только в январе 1943-й год. И это значительно увеличило ресурсы их двигателей. Последний теперь зачастую даже превосходил табличные значения. Вторым важным новшеством стал переход на новую пятискоростную коробку передач. Насколько смог разобраться автор, впервые она была применена на Т-34 в марте 1943-й год, а в июне уже использовалась повсеместно на всех танковых заводах, производивших Т-34-ки. Кроме того, была немного модернизирована конструкция главного фрикциона, и все это в совокупности привело к значительному облегчению работы механиков-водителей. До этого времени управление танком требовало большой физической силы. В определенных обстоятельствах усилие на рычаге должно было достигать 32 килограмма. Кроме того, было очень сложно воткнуть новую передачу во время работы главного фрикциона, а вот жечь его очень даже легко, отчего многие танкисты перед атакой поступали проще. Они включали стартовую вторую передачу, но при этом снимали с двигателя ограничитель оборотов. На Т-34 Обр. 1941 грамм, командир танка располагал панорамным прибором ПТК и двумя перископическими приборами, расположенными по бортом танка. Увы, ПТК оказался не вполне хорош по конструкции, а самое главное, был установлен чрезвычайно неудачно. Хотя теоретически он мог обеспечить обзор на 360 град, по факту командир Т-34 мог видеть только вперед и сектор 120 град. Вправо от направления движения танка. Боковые перископы были крайне неудобными. В результате обзор командира Т-34 Обр. 1941 год. Был весьма ограничен и имел множество мертвых, недоступных для наблюдения зон. Иное дело командир Т-34 Обр. 1943 год. С лета этого года на Т-34 появилась, наконец-то, командирская башенка, снабженная опять визирными щелями, а на ней располагался наблюдательный перископический прибор МК-4, имевший 360-градусный обзор. Теперь командир мог и по-быстрому оглядеть поле боя, пользуясь визирными щелями, или вдумчиво изучать его посредством МК-4, значительно более совершенным, нежели ПТК. По мнению одного из отечественных гуру в истории танков М. Баритинского, МК-4 представлял собой не советское изобретение, а копию английского прибора МК-4, который устанавливался на британских танках, поступавших в СССР по лент-лизу. Разумеется, наши военные и конструкторы тщательно изучали лент-лизовскую технику, и составляли перечень удачных решений иностранных танков, рекомендуемых к внедрению на отечественной бронетехнике. Так вот, прибор МК-4 обычно занимал в этом перечне самую первую строчку, и можно только пожалеть, что МК-4 не пошел в серию раньше. Это тем более обидно, что по данным все того же М. Баритинского, МК-4 и в самой Англии выпускался по лицензии, а изобретателем его был польский инженер Гундлах. В СССР конструкция этого прибора была известна по меньшей мере с 1939 года, когда в распоряжение наших военных попали польские танки 7 ТР. Как бы то ни было, Т-34 Обр. 1943 год. Получил один из самых совершенных наблюдательных приборов мира, а его расположение на люке командирской башенки обеспечивало великолепные секторы обзора. Тем не менее, многие танкисты в мемуарах отмечали, что в бою практически не пользовались возможностями командирских башенок, а люк иной раз и вовсе держали открытым. Естественно, в таком положении использовать командирский МК-4 было невозможно. Почему так? Вернемся к Т-34 Обр. 1941 год. Танк оснащался телескопическим прицелом ТУТ-6, при помощи которого командир, исполняя роль наводчика, наводил танковое орудие на цель. Этот прицел был весьма совершенным по конструкции. Единственным существенным его недостатком было то, что его визир изменял положение вместе с орудием, таким образом, командиру приходилось тем сильнее нагибаться, чем выше был угол возвышения орудия. Но все же ТУТ-6 совершенно не подходил для наблюдения за местностью. А вот на Т-34 Обр. 1943 год. Командир, выполняя обязанности наводчика, имел в своей распоряжении не один, а два прицела. Первый, ТМФД-7 выполнял тот же функционал, что и ТУТ-6, но был более совершенным и качественным. Тем не менее и он, конечно, не подходил для наблюдения. Для того, чтобы осмотреть поле боя из ТУТ-6 или ТМДФ-7 требовалось вращать всю башню. Однако в распоряжении командира модернизированной 34-ки был и второй, перископический прицел ПТ-47, который, имея все тот же угол обзора в 26 град, мог вращаться на 360 град. Без поворота башни. К тому же ПТ-47 был расположен в непосредственной близости от ТМДФ-7. Таким образом, в бою командир, желая осмотреть местность, имел возможность, не меняя положение тела, переключиться с ТМДФ-7 на ПТ-47. Многим было этого достаточно, так что многие командиры действительно не испытывали потребности использовать в бою командирскую башенку и МК-4. Но это не делало последнее бесполезными в конце концов, даже участвуя в сражении танк не всегда ведет огневой бой, и, находясь, к примеру, в засаде, командир имел возможность пользоваться визирными щелями командирской башенки и МК-4. Иными словами, обеспечение командира в обоих его ипостасиях и командира, и наводчика танкового орудия качественно улучшилось. Но это было еще не все. Дело в том, что в Т-34 Обр 1941 год, заряжающий не имел почти никакого обзора, за исключением возможности использовать боковые перископы командира танка. Толку, правда, от этого не было практически никакого в силу крайне неудачного расположения последних. А вот на Т-34 Обр 1943 год. Заряжающий располагал собственным прибором МК-4, размещавшимся на крыше башни и имевшим полноценный, хотя, по всей видимости и не 360-градусный обзор вероятно, его ограничивала командирская башенка. Кроме того, в распоряжении заряжающего имелось два визирные щели. Механик-водитель получил более удобные средства наблюдения, состоявшие из двух перископических приборов. Что до стрелка радиста, то он также получил обновку, диоптрический прицел вместо оптического, но это почти ни на что не повлияло, этот член экипажа как был, так и остался почти слепым. В завершении рассказа о приборах наблюдения на Т-34 Обр 1943 год. Следует упомянуть о качестве оптики. Скажем прямо, качество германских приборов оставалось непревзойденным, но наша довоенная оптика, хотя и была несколько хуже, все же отвечала своим задачам. Однако Изюмский завод оптического стекла, занимавшийся ее выделкой, в 1942 году, подвергся эвакуации, что, увы, сильно сказалось на качестве его продукции. Однако ситуация постепенно улучшалась, и к середине 1943 года. Производителям удалось обеспечить качество, вполне сопоставимое с мировым. Иными словами, примерно к середине 1943 года. Танкисты РККА наконец-то получили тот танк, о котором мечтали в 1941 и 1942 ГГ. Развитие Т-34-76 достигло своей вершины. В таком виде 34-ка выпускалась до самого сентября 1944 год, когда с конвейера завода номер 174, Омск, сошло последние два машины этого типа. Давайте попытаемся сравнить, что получилось у советских и германских оружейников, на примере сопоставления Т-34 Обр, 1943 год, и лучшим германским средним танком Т-4, производство которого было начато в апреле 1943 год. Почему для сравнения выбран именно Т-IVH, а на более поздний Т-IVJ, или знаменитая Пантера? Ответ очень прост. По мнению автора, Т-IVH следует рассматривать как вершину развития танка Т-4, а вот Т-IVJ имел в своей конструкции некоторые упрощения, призванные облегчить его производство, да и выпускался он только с июня 1944 год. Кроме того, именно Т-IVH стал самым массовым танком серии всего крупгрузон в Магдебурге, в Плауэне и Нибелунгенверке Вес. В Валентине произвели 3960 таких танков, то есть почти половину, 46,13% всех четверок. Что же касается Пантеры, то, по факту, это был не средний, а тяжелый танк, чей вес вполне соответствовал таковому тяжелого танка ИС-2 и превосходил американский тяжелый танк М-26 «Першинг». Последний, правда, были в средний, но это произошло уже после войны. Тем не менее, впоследствии, автор обязательно сопоставят Т-34-76 и Пантеру, так как это будет совершенно необходимо для понимания эволюции советских и германских танковых войск. Т-34 против Т-AVH. Увы, большое количество любителей военной истории рассуждают примерно в таком ключе. У Т-AVH Толщина брони доходила до 80 мм, а у Т-34 всего 45 мм. У Т-AVH была длинноствольная и куда более мощная 75 мм пушка, чем советская АФ-34. Так о чем тут еще рассуждать? А если еще вспомнить качество снарядов и брони, то совершенно очевидно, что Т-34 проиграл по всем статьям детищу сумрачного тевтонского гения. Однако дьявол, как известно, кроется в деталях. Артиллерия На Т-AVH устанавливалась превосходная 75 мм. КВК-40 Л-48, представляющая собой аналог буксируемой ПЭК-40 и имевшая несколько лучшие характеристики, чем устанавливавшаяся на Т-AVF-2 и части Т-AVG. Пушка 75 мм. КВК-40 Л-43 Последняя имела сходную С-КВК-40 Л-48 конструкцию, но укороченный до 43 калибров ствол. КВК-40 Л-48 стреляла калиберным бронебойным ББ снарядом массой 6,8 кг с начальной скоростью 790 метров слэш сек. В то же время отечественная АФ-34 стреляла 6,3 слэш 6,5 кг снарядами с начальной скоростью только 662 655 метров слэш сек. С учетом явного превосходства немецкого снаряда в качестве, очевидно, что по бронепробиваемости КВК-40 Л-48 оставляла Ф-34 далеко позади. Правда, было у русского снаряда одно преимущество более высокое содержание взрывчатого вещества, которого в 6,3 кг БР-350 и 6,5 кг БР-350 Б насчитывалось в 155 и 119, по другим данным 65, Г соответственно. Германский калиберный ББ снаряд ПЗГР-39 содержал всего лишь 18, возможно, 20-й год ВВ. Иными словами, если уж советский бронебойный калиберный снаряд пробивал броню, то его заброневое воздействие было ощутимо выше. Но автору неясно, давало ли это какие-то преимущества в бою. По части подкалиберных боеприпасов КВК-40 Л-48 также превосходило Ф-34. Германское орудие стреляло 4,1 кг снарядом с начальной скоростью 930 метров слеж сег, советское 3,02 кг с начальной скоростью 950 метров слеж сег. Как известно, поражающий элемент подкалиберного боеприпаса представляет собой сравнительно тонкий, порядка двух сантиметров, заостренный штырь из очень прочного металла, заключенный в сравнительно мягкую оболочку, не предназначенную для пробоя брони. В современных боеприпасах оболочка отделяется после выстрела, а в снарядах тех времен она разрушалась при ударе вражескую броню. Поскольку германский снаряд был тяжелее, то можно предположить, что при почти равной начальной скорости он лучше сохранял энергию и обладал лучшей бронепробиваемостью с ростом дистанции, чем более легкий отечественный. Осколочно-фугасные боеприпасы KWK-40, L-48 и F-34 находились примерно на одном уровне. Германский снаряд при начальной скорости 590 метров слеж сег имел 680 граммов ВВ, показатели советского ОВ-350 680 метров слеж сег и 710 граммов ВВ. Для F-34 использовались также чугунные гранаты А-350 с пониженным содержанием ВВ в 540 граммах, а также более старые боеприпасы, которыми следовало стрелять с пониженной начальной скоростью, но которые снаряжались до 815 граммов ВВ. Кроме того, F-34 могла использовать картечные и шарапанельные боеприпасы, которых не было в ассортименте германской пушки, в свою очередь для КВК-40 L-48 производились кумулятивные боеприпасы. Впрочем, вероятно, что в 1943 году ни те, ни другие широко не использовались. Таким образом, германская арт-система очевидно превосходила отечественную F-34 по части воздействия на бронированные цели, что и неудивительно все таки. КВК-40 L-48 в отличие от F-34 была специализированным противотанковым орудием, но в работе по небронированным целям КВК-40 L-48 не имела перед F-34 особого преимущества. Обе пушки были вполне удобны для своих расчетов, но советская была значительно проще технологически. Прицелы обладали вполне сопоставимыми возможностями. У Т-34 Обр 1943 год Во всех случаях толщина брони достигала 45 мм. В тех случаях, когда на Т-34 применялись литые башни, их толщина увеличивалась до 52 мм, но это не давало прироста защиты, дело в том, что литая бронесталь имеет меньшую стойкость, чем катанная, так что в данном случае утолщение брони лишь компенсировало ее слабость. При этом бронирование Т-34 имело рациональные углы наклона, что в ряде боевых ситуаций позволяло надеяться на рикошет вражеского снаряда как минимум 50 мм, а в некоторых случаях и 75 мм калибра. Что же до Т- IVH, то с ним все получалось значительно интереснее. Да, толщина его брони действительно доходила до 80 мм, но никогда не надо забывать, что такую толщину во всем танке имело равно три бронедетали. Две из них располагались в лобовой проекции танка, еще одна защищала командирскую башенку. К сожалению, схемы бронирования Т-4 автор не нашел, пришлось немного подправить схему ранней модификации. Иными словами, Т- IVH был весьма хорошо защищен в лобовой проекции, сомнения вызывает только 25 или даже 20 мм бронелист, расположенный между нижней и верхней 80 мм бронелистами. Безусловно, его наклон в 72 град должен был гарантировать рикошет, но теория и практика это разные вещи. Как мы знаем, создатели Т-34 сталкивались с ситуациями, когда малокалиберные снаряды вроде бы должны были бы рикошетить от рационально наклоненной брони, но почему-то не делали этого. Лоб башни Т- IVH имел, в общем, схожую с Т-34 защиту 50 мм. А вот все остальное защищалось значительно хуже борта и корма четверки, имели лишь 30 мм защиту без рациональных углов наклона. На Т- IVH экранировались борта корпуса и, реже, башни, но толщина экранов составляла всего 5 мм. Они предназначались исключительно для защиты от кумулятивных боеприпасов и практически не давали увеличения бронестойкости против иных типов снарядов. Атака и защита. И вот теперь самое интересное. В целом о защите Т- IVH можно сказать следующая в лобовой проекции она ненамного превосходила Т-34, а с бортов и кормы очень сильно ему уступала. Предвижу гневные реплики сторонников германской бронетехники, мол, как можно сравнивать 80 мм лоб Т- IVH и наклонные 45 мм бронелисты Т-34, но позвольте несколько фактов. М. Баритинский указывал на то, что неоднократные испытания обстрелом корпусов танков на НИП-полигоне показали, что верхний лобовой лист, имевший толщину 45 мм и угол наклона 60 град, по снаряду стойкости был равноценен вертикально расположенному бронелисту толщиной 75-80 мм. Разумеется, Т- АВ-Х располагал более мощной пушкой, но какие преимущества это ему давало? Если рассматривать противостояние лоб в лоб, то на дистанции от 500 до 1000 метров германский танк пробивал только лобовые детали башни Т-34. Но табличные значения бронепробиваемости F-34 гарантировали такой же результат для 50 мм бронелистов в носовой части башни Т- АВ-Х. Да и на практике оно так примерно и получалось по крайней мере, с применением цельных металлических снарядов, не содержавших ВВ. Иное дело расстояние до 500 метров, на которых лобовая проекция Т-34 пробивалась уже в любом месте, а вот лобовые бронедетали Т- АВ-Х только подкалиберными снарядами. Автор, к сожалению, не нашел результатов обстрела 20 или 25 мм бронелиста Т- АВ-Х, соединявшего две 80 мм бронедетали. Выдерживала ли это бронеудар отечественных 76,2 мм бронебойных калиберных снарядов? Впрочем, стоит отметить и другие точки зрения. Например, тот же М. Баритинский приводит выдержку из доклада, сделанного на основании опыта 23-й танковой дивизии Вермахта о том, что Т-34 поражается под любым углом в любую проекцию, если огонь ведется с дистанции не более 1,2 км. Причем речь, как ни странно, ведется даже не о Но это могло быть результатом ошибочного наблюдения. Все же опыт одной дивизии может быть не вполне показательным. Наблюдения наших военных говорили о том, что лоб корпуса Т-34 мог быть пробит снарядом К. 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 не о гарантированном поражении, а о том, что не зафиксировано случаев, когда лоб корпуса Т-34 пробивался с большей дистанции. Таким образом, возможно, что при углах попадания, близких к оптимальным, лоб корпуса Т-34 мог быть пробит из несколько большего, чем 500 метров расстояния. Но, скорее всего, надежное поражение достигалось именно с 500 метров. Что же до боков и кормы, то тут все просто и Т-34 и Т- АВХ уверенно поражали друг друга в эти проекции на любых мыслимых дистанциях артиллерийского боя. И вот мы приходим к довольно странному, на первый взгляд, выводу. Да, у Т- АВХ была и броня в 80 миллиметрах, кое-где, и очень мощная 75 мм пушка, но, по сути дела, это не давало ему подавляющего преимущества над Т-34 четырьмя ОБР. 1943 год. Схема бронирования германского танка давала ему превосходство, причем не абсолютное, только на дистанции до 500 метров или чуть больше при стрельбе лоб в лоб. Но во всем остальном защита Т- АВХ совершенно проигрывала Т-34. Никогда не нужно забывать, что танки сражаются не друг против друга в сферическом вакууме, а на поле боя со всей номенклатурой огневых средств неприятеля. И для средних танков эпохи ВМВ борьба с танками противника, как ни странно, вообще не являлась основной боевой задачей, хотя, конечно, они должны были всегда быть готовы и к этому. Т-34 с его противоснарядным бронированием заставил немцев эволюционировать в сторону увеличения калибра ПТО до 75 миллиметров. Такие пушки успешно боролись с Т-34, но при этом столь же успешно ограничивали возможности вермахта. Автору попадали сведения о том, что батареи буксируемых ПЭК-40 не могли осуществлять круговую оборону и уже после нескольких выстрелов сошники зарывались настолько глубоко в землю, что вытащить их оттуда, чтобы развернуть пушку, становилось совершенно нетривиальной задачей, которая как правило не могла быть решена в бою. То есть после вступления в бой развернуть орудие в другую сторону было практически невозможно. И точно так же ПЭК-40 не допускала перемещения силами расчета по полю боя. А вот Т- ИВХ, имевший сопоставимую броню с Т-34 только в лобовой проекции, подобной реакции вызвать никогда бы не смог его 30 миллиметров борта уверенно поражались не то, что 57 мм ЗИС-2, но и старыми добрыми 40-ка пятками. Фактически, танки этого типа было весьма опасно применять против правильно организованной обороны с перекрывающими друг друга секторами флангового пту огня, даже если таковой ведут подвижные и мобильные орудия малых калибров. Все вышесказанное проиллюстрируем на примере повреждений Т-34 согласно анализу ЦНИИ номер 48, проведенному в 1942 году на основании изучения подбитых тридцать четверок. Так вот, согласно этому анализу, попадания распределялись так. 1. Борта корпуса 250,5% всех попаданий 2. Лоб корпуса 22,65% 3. Башня минус 19,14% 4. Корма и проч 7,71% Возможно, что для бортов Т-ИВХ, экипаж которого обладал значительно лучшим обзором, чем экипаж Т-34 образца 1942 года, подобное соотношение было лучше, потому что немцы, вероятно, реже позволяли заходить им в борта. Но даже если бы для Т-ИВХ такие попадания в нос и борта корпуса распределялись примерно поровну, то и тогда в его борта должно было попасть не менее 36,5% всех попавших в него снарядов. В общем, защита боковой проекции вовсе не блаж создателей танков, а борта Т-ИВХ были картонными и совершенно не могли держать удар Т-ИВХ со снятыми экранами. Можно констатировать, что Т-ИВХ имел определенные дуэльные преимущества перед Т-34, но при этом был значительно уязвимее на поле боя. При этом более мощное орудие Т-ИВХ не давало ему никаких преимуществ в борьбе с полевыми укреплениями, пулеметными гнездами, артиллерия и небронированной техникой по сравнению с Т-34. Средства наблюдения Здесь, как ни странно, трудно определить победителя. Бесспорным преимуществом Т-ИВХ был пятый член экипажа, в результате чего обязанности командира танка и наводчика были разделены. Но техническими средствами наблюдения экипаж Т-34-76 был оснащен значительно лучше. В распоряжении командира Т-ИВХ была командирская башенка с ее пять визирными щелями, но это, в сущности, было и все. Она, конечно, давала хороший обзор поля боя, но на Т-34 ОБР. 1943 год. Командир получил такую же АМК-4 и ПТ-4-7 обладавшие увеличением, позволяли ему куда лучше рассмотреть угрожаемое направление, идентифицировать цель. Немецкому командиру для этого нужно было вылезать из люка, доставать бинокль. МК-4 В экипаже Т-АВХ только один командир танка имел обзор в 360 град. А вот в Т-34 приборы МК-4 имели и командир заряжающий. То есть в случае крайней нужды, например, по танку открыт огонь, экипаж Т-34 имел, пожалуй, больше шансов быстрее выяснить, откуда и кто, собственно, стреляет. Надо сказать, что на предыдущих модификациях Т-4 обзор экипажа был лучше тот же заряжающий в Т-АВХ был совершенно слеп, а вот в Т-АВГ например, в его распоряжении были четыре визирные щели, в которые мог смотреть не только он, но и наводчик орудия. Но на Т-АВХ были установлены краны, и от этих визирных щелей пришлось отказаться. Таким образом, единственным прибором наводчика был танковый прицел, а он, при всех его достоинствах, не годился для обзора местности. Механики-водители Т-34 и Т-АВХ примерно управлялись в возможностях у немецкого танкиста был хороший перископический прибор и визирная щель. У нашего два перископических прибора и люк-механика-водителя, который в целом был, пожалуй, удобнее щели. Проигравшим членом советского экипажа оставался только стрелок-радист, хотя у него был диоптрический прицел, угол его обзора был слишком мал, и два визирные щели его немецкого коллеги обеспечивали несколько лучший обзор. В целом, пожалуй, можно утверждать, что экипаж Т-34 по уровню осведомленности вплотную приблизился к Т-АВХ, если там и была разница, то уже не слишком существенная. И, кстати, уже не факт, что в пользу немецкого танка. Эргономика. С одной стороны, немецкий экипаж имел определенные преимущества более широкий погон башни, но и размещалось в нем не два человека, а три, лучшие условия для заряжающего. Но с другой стороны, на Т-АВХ немцы уже вынуждены были экономить. В мемуарах ряд советских танкистов высказывал претензии к работе электромотора, который поворачивал башню танка. Ну а на некоторых Т-АВХ механические средства поворота вообще были сочтены ненужным излишеством, так что башня вращалась исключительно вручную. Кто-то жаловался на оптику мехвода Т-34, жалобы, кстати, относились в основном к 34-кам образцов 1941-1942-й годы, так некоторые Т-АВХ вообще не имели перископического прибора наблюдения, и механик-водитель располагал только в зирной щели. В общем, на части Т-АВХ единственными оптическими приборами были только прицел наводчика, да бинокль командира танка. Несомненно, Т-АВХ был более удобен в управлении, но и на Т-34 ситуация в этом отношении кардинально улучшилась. В среднем, пожалуй, немецкий танк все еще превосходил Т-34 в плане удобства, но, по всей видимости, уже нельзя было сказать, что эргономика существенно снижала потенциал Т-34-ки. Ходовая Безусловно, немецкая трансмиссия была более совершенной и более качественной. Но Т-АВХ имея массу 25,7 Т приводился в движение бензиновым мотором мощностью в 300 лс, то есть удельная мощность танка составляла 11,7 лс на тонну. АТ-34 76 Обр. 1943 год. При массе 30,9 Т имел 500 сильный дизель, соответственно, его удельная мощность составляла 16,2 лс т, то есть поэтому показателю более чем на 38% превосходил своего немецкого оппонента. Удельное давление на грунт германского танка достигало 0,89 килограмма слежка в.см, а у Т-34 0,79 килограмма слежка в.см. В целом можно констатировать, что Т- Авиэйч и Т-34 Обр. 1943 год представляли собой примерно равные по своим боевым качествам машины. Т- Авиэйч был несколько лучше в танковом бою, Т-34 в борьбе с пехотой, артиллерией и прочими небронированными целями. Интересно, что оба танка вполне соответствовали требованиям момента. Для немцев время Блицкрига безвозвратно ушло, для них на первый план выходили задачи противостояния советским танковым клиньям, взломавшим оборону и вырвавшимся на оперативный простор, и с этой задачей Т- Авиэйч справлялся лучше Т-34. В то же время для РККА наступала эпоха глубоких операций, в которых им требовался неприхотливый и надежный танк, способным к дальним рейдам и ориентированный на быстрый разгром и подавление тыловых структур, войск на марше, полевой артиллерии на позициях и прочих аналогичных целях в глубине обороны противника. Это Т-34-76 ОБР. 1943 год. Умел делать лучше Т- Авиэйч технологичность. Поэтому параметру Т- Авиэйч с треском проигрывал Т-34. В то время, как корпуса Т-34 формировались при помощи сварочных автоматов, от операторов которых не требовалось высокого мастерства, а башни делались либо так же, либо же были литыми, корпуса немецких танков являлись настоящим произведением искусства. Бронеплиты имели специальные крепления, они как бы вставлялись друг в друга, на шпонках, а потом сваривались вручную, что требовало массы времени работников высокой квалификации. Вот только какой смысл был во всем этом, если все эти старания в итоге не приводили к сколько-то заметному превосходству Т-AVH в защите перед Т-34 и тоже можно было сказать про любой другой агрегат. В результате немцы тратили уйму усилий и времени на создание боевой машины, не имевшей видимого превосходства над куда более простым и легким в производстве Т-34-76 Обр. 1943 год. Продолжение следует. Продолжение следует.